Абрикосам достаточно той хорошей земли, которую вы найдете. Хорошей. Хорошей. Хотя у меня по над дорогой там вообще земля напоминает мне азиатскую породу в горах. Вот так, желтая какая-то глина в перемешку с разным щепнем камнями. Вот такая дорожная земля, которой отсыпали дорогу. У меня сейчас там растут абрикосы. Представляете? Вот. Ровно так, как в горах. Конечно, они будут не столь насыщенные, не столь крупные, может быть, если бы их, скажем так, хорошо подкормили. Кстати, о подкормке. Вот. Плодоносящее дерево. Только оно раз в три или четыре года я подвожу свой перегной. Заметьте, не навоз, а перегной. Это даже не обязательно навоз. Хотя навоз у меня тоже есть с соломой. А это даже растительные остатки перегнившие. Великолепная структура. Любую глину улучшает. Сразу дыщащая становится, пропускает, воду не держит. Вот. Значит, что я делаю? Вот это плодоносящее дерево раз в три-четыре года я только по поверхности, только по периметру кроны, заметьте, не в стволу холмиков, нет, по периметру кроны. Просыпаю пару тележек или чередую эту подкормку с обычной золой. Также несколько горсточек по периметру кроны. Вот и вся подкормка. Ну, конечно, я же сказал еще, что листья я не убираю, травку не убираю мелкую. Это тоже является. А дальше червь помогает. Перерабатывает эти плоды гнилые, которые упали. Вот. Дождь смывает. И все это подается в правильной форме. Так, что еще? Вот. О одобрениях забудьте. Про обильный полив забудьте. Я сказал, только если у нас засуха, только если земля полопалась. И опять же, не так я сказал про полив. Но опять же, его начнут поливать, я не знаю, как указано московскими грамотеями. По 200 литров на дерево. Да нет же, конечно. Да нет же. Изобразили дождичек. Может даже капельный полив со шланга. Как это делается в природе обычно. И не переживайте. Большое дерево среднее. Там уже все нормально. Лист так расположен от природы. И если вы не обрезали, оно растет густо. Оно даже по стволу ничего и не потечет. Вы удивитесь, все листочки сложены так, что дождь пойдет по кроне дерева и упадет он как раз там, где находятся молодые сасовые корешки. Ровно так и никак иначе. Ну вот это про... Про болезни. Да, болезни. Вот видите, у кого-то есть ещё болезни. Конечно, не у всех есть органика, как у меня. Поэтому люди делают такие вещи, просто... Я не знаю. Голова кругом идёт. Как это им в голову такое приходит, потом удивляются, откуда болезни. Да нет никаких болезней в нашем регионе для таких культур, которых здесь никогда и не росло. Абрикосов и персиков. К ним ещё никто не приловчился. Вот единственное, я говорю, когда слишком густо, но это у меня, потому что он питомник. Да, тля не брескнут этими. Да, птицы стали поклёвывать абрикосы. Ну чего они? Им тоже нравится вкусный заморский, так заморский сказал, да, южный фрукт. Ну потому что вкусные. Вот. Есть... Я знаю, что не прочь переселиться на персики, скажем. Есть такие вещи, которые... Я услышал про них. Которые паразитируют на наших сливах и алчах. Значит, внешне они выделяются курчавостью листьев. Вот. А как то и другое у нас является косточкой, так вот, вот эта курчавость листьев переходит и на персики. Но этому подвластны те сады, где растут алыча и слива, и чаще всего алыча. И там, где сад страдает от недостатка иммунитета. Вот. То есть могут перепрыгивать. Но, опять же, это не смертельно. Так. Что ещё? Ну про формировку, значит, у нас вообще отпадает разговор. Вот. Санитарная обрезка. Я говорил только больших деревьев, в которых нижние ветки, уже нижние ветки, листья которых находятся в тени, перестают работать на фотосинтез. Дерево само от них отказывается. Они становятся сухими. И в этом случае, конечно, оставляем пенёчек. И можно его обрезать чисто так, чтобы не мешало вам собирать урожай под деревьями. И всё. И всё на сегодняшний. Это по поводу обрезки. Что ещё? У вас тут в вопросе, какой мой любимый сорт. Да, по вкусовым качествам, по степени. Они все не капризные. А вот по качеству они все разные. И поэтому я чаще всего люблю ходить и не ставить у одного дерева, его есть, скажем так, объедать. А именно ходить и постоянно дегустировать с каждого дерева. И вот тогда ощущаешь вкус каждого в отдельности. Потому что один бы приелся. Вот. А вся прелесть ощущается, когда ты... Ну, как кофе говорят, чтобы его очутить, надо пить с холодной водой. Так вот и здесь. Надо их чередовать. Они тогда только вкуснее. Вот. Самый вкусный один. Да любой тебе один оставь. И он тебе рано или поздно. Поздно. Ты его наелся и больше не хочется. А когда ты знаешь, что у тебя разные вкусовые есть, ходишь и это надоест никогда не может. Никогда. Поверьте мне. Вот. Ну, а про то, что каждый... То есть любой сорт у каждого, скажем, вкусовыми... Каждый сорт имеет свои вкусовые оттенки. А значит и назначение у него может быть разное. Вот у нас сейчас такая жара стоит. Я не думал, что будет такая жара. Можно было, конечно, разложить и посушить. Потому что в сушилке, конечно, слишком долго он будет сохнуть. Потому что толщина, мякоть и всё такое. Ну, нерентабельно. А вот в связи с тем, что сейчас стала температура такая в течение месяца стоит, можно было запросто высушить. Я не сориентировался. Я не знал, что так будет. Потом себя на кост отвлекал сильно. Вот. Так вот. На сушку там с хорошей лёгкой кислинкой. А можно было вот эти медовые, мягенькие, хорошие. А можно было вот этот с горчиночкой. Хотя они и для варенья хороши. И для компотов просто сладкий тоже не подойдёт. Вот. Ассортимент нужен. И в компот я бы положил всех разных, всяких, которые в банке закрываются. И сушил бы тоже всякие разные. Вот. А вот есть, конечно, лучше, как те, которые покрупнее. Ну, ещё и глаз радуются. Хотя глаз радуются даже и те, что помельче. Зато какой цвет, слушайте. А зато как он в оплитку растёт. Мелкий, мелкий. Вон, оплитиха тоже мелкая. Мы её собираем, да ещё и в колючках. А разве мелкие это? Вон, земляничка тоже мелкая. Она куда вкуснее клубники, правильно? Поэтому размер не имеет значения. Имеет значение вкус. Ну, и, знаете, я вырос на юге. И вот как виноград радует взор мой, так и абрикосы сейчас. Знаете, визуально получаешь наслаждение. А какое наслаждение получаешь, когда люди это видят? Это просто... У меня не хватит поэтического, скажем так, склада, чтобы это всё описать. Так, друзья, ну вот, мы с вами послушали серию номер три. Вот, это важнейший момент в моей жизни, потому что я устал воевать в одиночку. Я это железо, который... Вот, у меня появляются новые друзья. У меня сейчас есть такая волшебница. Вот она, видите? Вот эта волшебница. Сейчас мы вместе с ней сделали кино. Вот, я вас интригую. А я вас интригую. Я вас интригую. Но о ней будет отдельный фильм совместный. А что касается Макарова, вы уже сами поняли, что... Мы с ним придержимся одинакового взгляда. Абсолютно во всём. Значит, теперь организационный вопрос. Видимо, вот эти двадцать минут я разобью на два фильма. По десять. Так. И... А заглавлю... Не знаю, как я... Есть у меня такое желание один назвать, что... Гражданин Макаров по вас плачет телевизионный федеральный телеканал. Вот. А почему такое название? Я устал от дебильных этих самых советов. А, кстати, вот. У меня впереди вебинар. Это будет завтра. Двадцатого, да? Я там покажу десяток фотографий. Это дикий, страшный, дебильный ужас. Это дикий, ужасный дебилизм. Как хотите, называйте. Это всё было воспроизведено на федеральном канале и проглочено сотнями тысяч, как минимум сотнями тысяч садов. Проглочено. Я только один пример говорю. Я потом тоже... Я потому что... Я понимаю, им нужны сюжеты, им нужны серебряники, им нужно бабло, как сейчас. У меня семилетние дети называют деньги баблом. Мои внуки. Мы ездили зарабатывать... Они ездили вчера ко мне на дачу засыпать эти самые персики в этом, в теплице снегом. Вот. А потом, когда я на двоих заплатил 500 рублей, они сказали 500 бабло. И вот такое бабло зарабатывали. Телеканал, который уже не знал, что снять. А потом берёт симпатическая девушка, делает вид, что выкапывает. Кто-то за неё выкопал. Делает вид, что выкопала полуметровую яму, оголив корни взрослого дерева. И сказала, типа, в июле, и сказала, теперь они три с половиной месяца будут закаляться. Я смотрел на это, а у меня волос нет, и такие маленькие росточки на голове, и они шевелятся от ужаса. Вот. Думаю, что же они ещё придумают. Придумали ещё дебильные, а потом ещё дебильные, а потом ещё. На всю страну. И тогда я сказал себе, гражданин Макаров, друг мой, Алексей Иванович, вот. Может, когда-то где-то кто-то там проснётся, я же на вебинарах показываю, Пусевский круг. Ну, может, где-то какой-то ручеёк туда наверх. Они содрогнутся от ужаса, что же у нас творится на каналах. Вот. Я это называю, когда они прыгали под, это, уничтожая нас, этот защитный, снеговой покров, прыгали уничтожая, да. Вот. Уничтожая теплозащиту корней. Я это назвал плясками святого вида. Вот так, друзья. На этом я заканчиваю наш разговор. Вот. А тебе, Алексей Иванович, плачет федеральный телеканал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok